Вначале разместили, теперь выгоняют. Беженцам из Украины подыскивают новые места для проживания. В пунктах, где они провели лето, уже сейчас холодно, и дальнейшее нахождение их здесь невозможно. Однако многие уже обвыклись, нашли работу и устроили детей в школу, и не понимают, почему нельзя было сразу поселить их там, где они будут жить на постоянной основе. Кроме того, их переселяют в районы, далекие от цивилизации. С беженцами, которым предстоит второй в жизни вынужденный переезд, пообщалась Екатерина Ковальчук. В летние месяцы жить в домиках детского лагеря «Звездный» еще было возможно. Но с приходом холодов ситуация ухудшилась, и многие из его постояльцев уже переболели простудой. Причина – дома не приспособлены для проживания в осенние и зимние периоды. Вот находятся те щели, из которых задувают вечерами, в основном ночью. Если идет дождь, отсюда еще не может протекать вода. Вот находятся точно такие же щели. Из них очень сильно сквозит, если спишь ближе к стене. Если подальше от стены, естественно, как-то более теплее. Маленький Стас Кузюбердин пропустил первую в своей жизни школьную линейку из-за болезни. По словам его мамы, о том, что им предстоит второй вынужденный переезд в жизнь, узнала всего несколько дней назад. Сказали, что это будет кемпинговый лагерь в Татищинском районе. С удобствами, вроде как обещали хорошие условия, все. Поэтому мы надеемся, что так оно и будет. Сдержат ли обещания чиновники, говорят беженцы, неизвестно. Многие из детей уже пошли в школы в Саратове, остальных поставили на очередь в городские детские сады. А родители начали оформление документов на работу. Кто-то уже и вовсе ее нашел. В другом районе области им придется начинать обустраивать свой быт заново. Чиновники обещают на новом месте, помогут и с устройством в школу, и с работой. Когда определяются уже граждане, где они будут работать и, соответственно, и хотят проживать, где найдут работу по предложениям Министерства занятости, службы занятости, там будут, соответственно, способствовать к устройству их детей в садик, в школу. Беженцы признаются, знали, что им предоставят временное убежище, но уже успели привыкнуть к Саратову. А на новом месте придется начинать все сначала. Таких, как эта группа беженцев, в регионе больше тысячи человек. Всем им сейчас срочно ищут новые места обитания. Видимо, подумать о том, что впереди зима, в ведомстве зампреда Михаила Горемыка забыли. В эти минуты беженцев уже привезли в Татищевский район Саратовской области, где поселили в придорожном отеле. До ближайшего населенного пункта больше трех километров. Мы следим за развитием ситуации. Продолжение следует...